Есть существа, которые эволюционировали больше 100 миллионов лет. Под поверхностью нашей планеты залегает огромное королевство, жители которого демонстрируют высокоразвитые организационные способности, подходящие для совместной жизни. Они готовы даже сражаться, чтобы защитить свое королевство, совершать далекие походы ради выживания. Для победы они готовы задействовать любые средства, от рукопашного боя до химической атаки. Победители захватывают королевство побежденных. Разные виды муравьев живут под одной крышей. В лесу образовалась новая империя. Тайное королевство. Часть первая. Рождение королевства. Прошло два месяца с тех пор, как королева Палергус Самураи стала паразитирующей королевой в колонии своих соперников. В их королевстве наклюнулись личинки новой королевы. В их колонии не осталось следов прежней королевы. Вот-вот появится на свет первая группа рабочих муравьев Палергус Самураи, вскормленных чужими муравьями. Шесть часов на удаление кожицы. Три-четыре часа на чистку тела. Если бы не труды муравьев Формика Японика, рабочие муравьи Палергус Самураи никогда бы не родились. Но не все муравьи вылупляются успешно. Большинство личинок Палергус Самураи испытывают небрежное к себе отношение. Или погибают от атак Формика Японика. Их атакуют из-за другого запаха и другой формы, которая становится видна после вылупления. Королева знает о таком поведении, но она ничего не может с этим поделать. Потому что муравьи Формика Японика являются большинством в этом королевстве. Однако со временем дело принимает неожиданный оборот. Потому что королева Палергус Самураи может производить на свет только муравьев того же вида. И в некоторый момент соотношение численности двух видов меняется на обратное. Но от муравьев Палергус Самураи большого толка в королевстве нет. Они почти никогда не покидают своей территории и проводят большую часть времени под землей. Все работы по поддержанию жизни в королевстве возложены на Формика Японика. Они расширяют свое гнездо и ищут добычу, чтобы кормить личинки Палергус Самураи. Что-то происходит в кустах. Группа муравьев Формика Японика ищет добычу. Сегодня их жертвой стал Дикроноцефалус адамсия. Муравьи яростно атакуют жертву, брызгая на нее муравьиной кислотой. Муравьиная кислота растворяет внутренние органы насекомых. Муравьи Формика Японика довольно небольших размеров, но их агрессивность и проворность делают их выдающимися охотниками. Они благополучно убили жука своим оружием – муравьиной кислотой. Муравьи Формика Японика могут вскрыть свою жертву. Потому что у них есть крючкообразные нижние челюсти и похожие на пилу верхние. Муравьи Палергус Самураи не могут вскрыть труп своей жертвы, потому что у них серпообразные нижние челюсти. Формика Японика питаются своей жертвой и скапливают разжиженные питательные вещества в своем желудке. Муравьи Палергус Самураи не могут даже сами есть. Но им это и не нужно. Их кормят муравьи Формика Японика. Серпообразные челюсти Палергус Самураи пригодны только для ведения боевых действий. Поэтому чем больше муравьев Палергус Самураи, тем больше им нужно муравьев Формика Японика. Один муравей попытался тайком решить эту проблему. У Палергус Самураи проснулся инстинкт хищника. Старый, опытный рабочий муравей вышел на разведку. Палергус Самураи ищет еще незнакомое гнездо Формика Японика. Муравей рыскает по лесу. И, наконец, находит то, что искал. Теперь нужно быстренько сообщить о находке другим муравьям. Но случилась стычка с муравьем Формика Японика. Тут-то и пригодились острые челюсти. Обратный путь домой тоже нелегок. Палергус Самураи оставляет запах, разбрызгивая химикаты на своем пути, после того, как он обнаружит вход в чужое гнездо. Этот запах ведет ко входу гнезда Формика Японика. Палергус Самураи вернулся домой цел и невредим. Новость, принесенная разведчиком, проникает в самые далекие уголки королевства. Через несколько мгновений колония Палергус Самураи приходит в движение. Муравьи Формика Японика разбрызгивают пахнущее вещество, которое другие виды муравьев не могут распознать. На войну отправляются только Палергус Самураи. Тысячи муравьев выбегают из своего гнезда. По дороге они встречают множество препятствий, в том числе муравьев Компонотус Японикус, преграждающих им путь. Пара муравьев Палергус Самураи убиты Компонотус Японикус. Но ничто не может подавить их инстинкта. Движения Палергус Самураи выверены и быстры. Они идут по пахнущему следу, оставленному разведчиком. И движутся организованно. В походе участвуют тысячи муравьев. Они уходят больше, чем на 100 метров от своего гнезда. Передняя группа, идя по запаху, ведет остальных. Теперь они достигли места назначения. Они без промедления вторгаются в гнездо Формика Японика. Облава началась. Другие бойцы тоже подтягиваются к гнезду. Неважно, насколько отчаянно Формика Японика защищает свое гнездо. Они не могут совладать с этими проворными и безжалостными агрессорами. Их цель – личинки и куколки Формика Японика. В конечном счете, вылупившиеся из них муравьи станут рабами в их королевстве. Эти муравьи постоянно нуждаются в прислуге. Гнездо Формика Японика, построенное рабочими муравьями, полностью разрушено. Из-за таких налетов и бедствий у новых королев есть только один шанс из 500 создать большое королевство. Налетчики спешат обратно в свое королевство. Чтобы бежать с куколками в челюстях, требуется немало энергии. Они пробежали на полной скорости больше 100 метров, прежде чем добраться до своего королевства. Компонотус Японикус опять доставляют неприятности. Преграждая дорогу своим оппонентам. Куколки, которые несут полергус-самураи, служат для них отличным трофеем. Компонотус Японикус атакуют полергус-самураи с помощью своих сильных челюстей. Полергус-самураи отбиваются, но этого недостаточно. Снова пали несколько полергус-самураи. Но на этот раз Компонотус Японикус тоже подверглись атаке. Солдаты, выжившие в этом жестоком бою, возвращаются домой. Украденные куколки размещаются внутри гнезда. Они присоединятся в качестве новых членов семьи. Это то, к чему стремились муравьи полергус-самураи. Муравьи формико-японико из гнезда полергус-самураи займутся вскармливанием украденных куколок своих сородичей. Формико-японико ухаживают за новорожденными представителями своего вида и формируют из них новое поколение рабочих. Не отдавая себе отчета в том, что они из другой колонии, они становятся членами этого королевства. В сумерки Формико-японико карабкается по травинке. Он ищет удобное местечко. Когда он достигает конца травинки, он пробует, нельзя ли продвинуться дальше. Он изо всех сил карабкается на кончик травинки. Несколько муравьев Формико-японико уже нашли место, расположенное прямо возле их королевства. Почему эти муравьи норовят забраться на вершину травинки? С заходом солнца они начинают кусать травинку. Они дергают телом, чтобы убедиться в безопасности. Но их жизнь медленно угасает. Их осталось всего пара штук. Вскоре на их теле появляются белые споры. Они известны под названием Баверия бассиана. Они оказались заражены патогенным грибком, который пристает к телам насекомых. Муравьи, зараженные этим вирусом, забираются на кончик травы над своим гнездом и умирают. С наступлением утра споры грибка выступают из тел насекомых и распространяются. Грибок с помощью формика японика распространился далеко, что побудило их забираться выше. Другой муравей, осведомленный об опасности грибка, пытается стащить вниз мертвого муравья, но это нелегко. Баверия бассиана может истребить целую колонию муравьев, если ее споры распространятся, заражая других. Мы еще раз посетили гнездо Палергус самураи. Здесь произошло пополнение. Стало больше рабочих муравьев, похищенных на стадии куколок из другого гнезда. Палергус самураи – единственные, кто наслаждается таким удобством. О них по-прежнему заботятся муравьи формика японика, и им не приходится утруждать себя. Муравьи формика японика ладят между собой, как если бы они все происходили из одного гнезда. Единственная разница состоит в том, что теперь около них пасутся муравьи Палергус самураи, клянча у них еду. Но рабочие муравьи формика японика неохотно делятся своей едой. Муравьи Палергус самураи сцепляются челюстями, пытаясь накормить друг друга, но у них ничего не получается. Тогда изнывающие от голода Палергус самураи нападают на самого слабого муравья формика японика. Некоторые Палергус самураи даже добывают еду, когда становится трудно получить ее от рабочих муравьев. Муравьи формика японика стараются уклониться от кормления Палергус самураи, потому что знают, что те принадлежат другому виду муравьев. У этой сойки сегодня не задался день. Похоже, что на ее перьях есть клещи. У нее зуд. Лучшая помощь в решении этой проблемы могут быть красные огненные муравьи. Птица использует огненных муравьев для ослабления зуда. Вороны тоже любят принять ванну из огненных муравьев. Они дразнят огненных муравьев клювом, чтобы набрать их побольше. Такое поведение птиц называется муравлением. Когда муравьи чувствуют опасность, они брызгают муравьиной кислотой, чтобы запугать других. Затем птицы натирают свое тело муравьиной кислотой. Муравьиная кислота чрезвычайно едкая, поэтому она убивает клещей и других паразитов. Этим птицам для освежения не нужна ни единой капли воды, покуда есть огненные муравьи. В гнезде полергус самураи вывелись новые репродуцирующие муравьи. Они унаследовали гены полергус самурая и получили уход от формика японика. Они являются новой королевской семьей в королевстве. Они готовятся к брачному полету. В стремлении основать новое королевство Они считают этот полет самым важным. Весна и лето Лес, свидетель рождений и конфликта, встречает осень. Долина может покрыться опавшими листьями, но следы отчаянной борьбы за жизнь от предшествующих сезонов все еще остаются. Мы, люди, не вполне отдаем себе отчет в том, что будущее создается постоянно и искренне в глубоко затаенных участках леса. Они охотно рискуют жизнью, чтобы защитить свое королевство. Набеги, добыча, война. Все это побуждает муравьев оставить как можно больше потомства. В солидарности и совместных усилиях ради выживания рождается королевство. Это секрет королевства, который существует уже 100 миллионов лет. Под покровом нашей планеты. Озвучено по заказу CLS Media в 2021 году. Субтитры создавал DimaTorzok